всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с вердотельным накопителем на 960 гигабайт но в реале будет меньше потому что нужно делить на 1024 кто знает об этом фирма у нас киокси это преобразование фирмы тошиба поэтому не случайно слева лежит коробочка о предыдущей распаковке а именно тошиба о засет тр200 на 480 гигабайт положено не случайно как я уже говорил прошло преобразование фирмы и в настоящее время бренд тошиба а именно память который они создает на заводе в японии продается под новым именем киокси в связи с тем что тут начались быстрые закупки данных накопителей особенно с большой емкостью связано это с тем что и идут майнинг на жестких и твердотельных накопителях большой емкости поэтому все дорожает и поднимается цене но есть места где это можно купить еще по старым ценам главное их найти и отыскать очень внимательно и хорошо ну вот и в данном случае это искал я на алиэкспресс продавца который продает данный вид накопителей той же ценой что и до бума майнинга все пришло это достаточно быстро в течение двух недель из китая с бир логистикой и в результате вот получил я вот следующий на тени накопитель возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком атлетишопс ссылка в описании давайте открывать смотреть что находится внутри та же ли комплектация и тому подобное так вот такая вот коробочка у них теперь новое название связано все с накопителями для V-flash накопители стандартные SD карты и тому подобное вот такая вот коробочка с лицевой стороны есть иероглиф и это говорит о том что выполнено все для китая та же самая используется память что и в предыдущей версии потому что они являются производителем какие даты изготовления 2 числа вернее 2 месяца февраль месяц от 21 года с обратной стороны все на китайском потому что производится в китае но по сути стандартные упаковки для них сделаны все точно так же давайте вскрывать смотреть что находится внутри но обычная бумага гарантийное обслуживание и инструкция я на китайский то же самое приходило и в этой упаковке кто не смотрел может понаблюдать и посмотреть точно такая же упаковка блистера который находится непосредственно сам твердый накопитель вот на этот твердый накопитель здесь уже меньше китайских хероглифов скорее всего из-за того что все изготавливается в китае то же самое и тот водотельный накопитель был изготовлен в китае поэтому это все делается на одном конвейере а упаковку уже совершается для тех регионов которых она предназначена для китая значит с китайскими хероглифами для европейских стран соответствующими языками на ту территорию которая распространяется это металлические выполнено из металла в отличие от предыдущего случае где гарантия составляет три года либо 120 терабайт записи то этот уже накопитель два раза больше здесь точно также три года и 240 терабайт записи ну что на наступит раньше либо истечет срок или не три года либо вы запишите это все имеется не все 240 терабайт либо 120 меньше чем за три года вот это берется из двух вариантов и смотрится теперь чтобы у нас распаковка не прошла как просто распаковка давайте протестируем данный накопитель заодно и посмотрим что за два года случилось предыдущим накопителем на 480 гигабайт тошиба и также протестируем их на нескольких вариантов устройств первое сразу же хочу сказать что мы будем тестировать на сериала то второй версии и USB 3 версии через определенный переходник поэтому это учитывайте в сети есть много тестов на sata 3 версии поэтому здесь остановимся для тех у кого достаточно старые компьютеры или ноутбуки и что можно будет сделать при помощи данного твердого накопителя а тестировать мы будем на следующих устройствах первое это мы воспользуемся переходником это экспресс-карт на USB 3.0 дальше воспользуемся стандартным боксом арика дальше воспользуемся стандартным кабелем USB 3.0 и sata и воспользуемся еще кабелем е-сата это специально как и USB 3.0 при как и USB подключение только подключение и sata и стандартный разъем sata и возможно еще но это не точно протестируем при помощи вот этой док-станции тоже тошиба dinabook 4k да и еще будет вариант это установка внутреннего ноутбука через специальной оптибэй который устанавливается вместо сиди привода это твердый накопитель при помощи этих устройств и на основании этого делайте свои выводы и так приступаем а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok